Работа с ковалетти в целом очень полезная работа для всадника и для лошади. Ее используют как начинающие всадники, так и опытные. Ее используют при подготовке молодых лошадей. Вот рядом со мной находится ковалетти. Это небольшое тренировочное препятствие, примерно 25-40 см в высоту. Его высоту можно регулировать. Обычно оно устанавливается на так называемых ежиках или крестиках. В нашем случае у нас вот такие блоки, но сути это не меняет. Это жердь, обычно деревянная, которая используется для упражнений. И в том числе, конечно же, для подготовки к конкуру. Здравствуйте, меня зовут Алиса Олейник. Мы рады приветствовать вас на канале КСК Звездный. Сегодня я приглашаю вас посмотреть на нашу тренировку с челой. Мы будем тренироваться с использованием жердей и ковалетти. Давай, давай сядем. Хорошо. Так, небольшой в топ мне надо запастись вкусняшками для тренировки. Сегодня у нас с челой обычный рабочий день. Мы будем тренироваться, проходя через одиночные жерди, через серию жерди и через ковалетти. Мы с челой только вышли, поэтому всегда мы в начале тренировки разминаемся на шагу. Лошадь долго стоит в деньнике или, неважно, даже если она где-то гуляла, все равно ей нужно хорошо размять мышцы и сухожилия связки в том числе разогреть. Поэтому сначала мы шагаем. Точно так же, как до голопа мы делаем рысь. На шагу, пока я вам рассказываю про то, какие мы будем сегодня упражнения делать, я начинаю уже работать с ней поводом. Я немножечко отзываю ее, прошу округлить затылок, опуститься, могу поиграть в так называемую резиночку. То есть я буду просить ее пойти вперед и вниз. Не буду сразу ее собирать, а сначала вот немножечко опущу ее. При этом я веду шенкелем, чтобы сохранялось движение. Она подводила зад и включала в работу спину. Лучше стараться при этом сильно повод не распускать, но вначале на разминочном шагу я, бывает, чуть более свободный повод даю. Опять же, чтобы сильно не зажимать лошадь, чтобы она включила в работу шею, а не сразу зажалась и как-то пыталась, наоборот, сопротивляться упражнению. На шагу я также хожу в одну, в другую сторону. После того, как я попросила челу чуть-чуть потянуться вниз, я могу опять ее подсобрать к себе, а потом опять выпустить. Но давайте вернемся к тому, что мы будем делать сегодня. Работа с жердями, отдельно лежащими из кавалетти. Это полезная работа, которая, собственно, должна происходить до того, как вы начали прыгать. Жерди кавалетти отдельные, они позволяют вам почувствовать уверенность, научиться чувствовать лошадь, когда она проходит, делает вот эти уже маленькие, но все-таки какие-то прыжки. И это вот поможет вам в дальнейшем уже быть готовым к конкурным тренировкам. Кроме кавалетти, хочу вам показать еще жерди, которые мы будем сегодня использовать. Вот перед вами вы сейчас увидите красная жердь на земле. Это мягкие жерди. Они у нас появились относительно недавно, но я очень давно хотела, чтобы они у нас были, потому что они очень удобны в использовании. Самое главное их свойство – это безопасность. В отличие от любых деревянных жердей или каких-либо других, если лошадь на них наступит, это не приведет к никакой травме. А у нас, к сожалению, действительно были случаи, на моей памяти были случаи, когда лошадь, вот просто жердь, когда лежит на земле, лошадь может неаккуратно на нее наступить, потому что лежащая на земле жердь, она не представляет какой-то для нее, не представляет никакого особого препятствия, и лошадь может несерьезно отнестись к этой жерди, может неаккуратно, резко наступить. И от этого можно даже потянуть или порвать связки. Такие ситуации у нас, к сожалению, были, к счастью, не с моими лошадьми, но такое тоже случается. Поэтому я за безопасность. И, конечно, особенно для начинающих всадников, мягкие жерди – это настоящее спасение. Их не вешают на барьеры, их используют именно для такой вот обычной работы с жердями и ковалетти. Я сегодня использую мягкие жерди в комбинации с ковалетти. Мягкие жерди лежат где-то как отдельная просто жердь, где-то как подсказка, как заложение перед ковалетти. Сегодняшняя тренировка будет полезна не только начинающим всадникам, но и более опытным. Я дам как советы и тем, кто только собирается прыгать, но в том числе и покажу упражнения уже для более продвинутых всадников. Давайте начнем с того, что если вы решили, что хотите прыгать, хорошо бы начать даже просто на шагу переходить жерди, чтобы вы почувствовали, что делает лошадь, какие-то ее движения корпусом, как она подготавливается к этому движению и научились максимально спокойно и расслабленно вести себя сверху, потому что наша главная задача не мешать лошади во время прыжков сопровождать ее корпусом. На шагу на Рыси, в том числе на Галопе, когда мы просто идем через жерди, вам даже практически не нужно ничего делать корпусом, достаточно просто сидеть. Пойдемте, перейдем к одиночной жерди. Уже на шагу вы можете начинать ходить через жерди. Ваша задача идти просто спокойно на середину. В принципе, любая работа с кавалетти, жерни подразумевает, что вы должны заходить по 90 градусов на середину и делать это все максимально спокойно, никак не помогая особо лошади корпусом, тем более не подпрыгивая в седле. Я сейчас еще раз пройду через одиночную жердь, просто чтобы показать ее лошади. Для челы это, конечно, упражнение, даже упражнением его сложно назвать, потому что она уже делает гораздо более сложные упражнения просто для себя, для того, чтобы показать вам, как можно с этим работать. Мы можем просто идти на шагу через жердь. Я не пытаюсь считать расстояние до жерди лошадь, все сделайте сама. Вы просто сидите спокойно, старайтесь смотреть вперед и не мешать лошади. И в том числе вы можете делать, класть не только одну жердь, но на шаг вы можете положить несколько жердей подряд с расстоянием где-то 70-80 сантиметров между ними, чтобы лошадь через каждую жердь делала шаг. Мы размялись на шагу, время разминаться на рыси. На рыси, так же, как и на шагу. Мы спокойно работаем, можно сначала выпустить немножко лошадь вперед. На рыси самое главное поддерживать движение лошади, дать ей хорошенечко размяться. Периодически надо менять направление. И после того, как вы уже минуты 3-5 хотя бы подвигали лошадь на рыси, вы также можете переходить к упражнениям с кавалетти. Можно положить сначала одну жердь на рыси, если вы это делаете первый раз. Чтобы начать упражнение с жердями на рыси, нужно подобрать повод. И принцип тот же самый. Заходим на середину, двигаем лошадь, поддерживаем ровный ритм рыси. Продолжайте просто четко двигаться облегченной рысью. Ничего. Чуть-чуть не хватило нам сейчас движения. Чело немножечко замерло внутри наших жердей. И когда вы настроили темп рыси, уже просто продолжайте им двигаться, продолжайте облегчаться и ничего не меняете внутри жердей. Даже если лошадь чуть споткнулась, что-то не так сделала, просто продолжайте ее вести рысью, и она сама разберется со своими ногами. Между жердями на рыси расстояние должно быть от метра десяти до метра сорока сантиметров примерно. Ну, классическое расстояние метр двадцать сантиметров. Если вы будете стоять уже или шире, соответственно, ваша лошадь должна работать уже или шире. Если вам нужно просто отработать ровное движение, да, тем более вы начинающий всадник, и только начинаете ходить через жерди, тогда, конечно, вам не стоит раздвигать жерди слишком широко. Вам нужно просто настроить рысь и разобраться с тем, как вы работаете с лошадью во время прохождения жердей. Ай, хорошо, здорово. И, конечно, какое расстояние должно быть между жердями, зависит в том числе от того, какого размера ваша лошадь. Если у вас пони, нужно будет ставить более узкие расстояния. Это обязательно берите во внимание. Давайте я сейчас покажу вам более усложненный вариант прохождения жердей. Если вы уже не первый раз ходите на рыси, и у вас все получается, можно приподнимать жерди и на рыси в том числе. Можно ставить и ковалетти на рыси. Но сейчас я просто приподниму пару жердей с одного края. Сначала у нас лошадь воспитанная. Она постоит и поможет мне. Молодец такая. И вторую жерсть я также приподниму. Это будет хорошим упражнением. Лошадь больше включится в работу, больше будет работать спиной. При этом садник сверху должен продолжать работать так же спокойно, как он работал до этого. Оп. Молодец. Хорошо. Это здорово, когда есть помощники. Но если нет помощников, то и самостоятельно можно себе поднять барьерчики. Я подняла жерди, поэтому зайду еще пару раз на них. Расстояние я не увеличивала, поэтому я ни в коем случае не разгоняюсь. Иду спокойной рысью. Ай, браво, здорово. Я смотрю вперед, веду на середину. Ой, чуть-чуть мы сбились, ничего страшного. Повторим еще раз. Но если вы заметили, я постаралась при этом корпусом особо не мешать лошади. Просто продолжила ехать рысью. Ай, браво, отлично. До и после любого упражнения, ковалете, уже препятствия, неважно. Всегда старайтесь проезжать вперед. Прямолинейность движения, это очень важно. Потому что если вы научите лошадь резко поворачивать в сторону, она так и будет это делать. Конечно, есть упражнения, когда мы идем по дуге, по вальту. Но это конкретное упражнение. Это вы должны попросить от лошади. То есть без вашего разрешения она не должна уходить в сторону. Чтобы она не уходила в сторону, можно еще класть также жерди вдоль вашего движения. То есть по бокам, чтобы как раз обозначить коридор, куда вы будете дальше двигаться. Я немножко слукавила, когда вначале говорила, что у нас будут только ковалети и жерди. Потому что все-таки один барьерчик у нас будет. Но именно я хотела показать, как можно прийти вот к этому началу. Как начать прыгать после ковалети, после использования жердей. Если есть лошадь, которая уверена в себе и тренер знает, что вы уже готовы. Можно, например, начать прыгать с рыси. Вот мы сейчас размялись на рыси. Я покажу вам простенький прыжочек с рыси. При использовании мягких жердей. У меня лежит подсказка. Два с половиной метра до крестовины. И после, где-то примерно через три метра, еще одна жердь. Это будет такое упражнение для челы. А в целом так можно начинать прыгать только начинающим всадником. Лучше все-таки не класть жердь после препятствия. Чтобы это не смущало всадника. Двигаемся под 90 градусов. И еще разочек зайду. Мягкий контакт с поводом. Во время прыжка слегка подаем корпус вперед. Много не нужно. На жердь, который лежит перед препятствием, нужно на ней сесть. Чуть-чуть нажать ногой. И продолжить движение вперед. Как вы можете заметить, я не поворачиваю сразу после препятствия. Я проезжаю сначала прямо. Хорошо. На этом мы закончим с рысью. И можем, в принципе, переходить к галопу. На галопе также мы сначала разомнемся. А дальше уже будем работать с жердями, кавалетти и другими упражнениями. На галопе сначала вы настраиваете ровный галоп. Четкий ритм движения. Контакт с поводом. После того, как вы немножко размялись в одну и в другую сторону, вы сможете делать прибавки, сокращения. И уже заходить, например, на одиночные жерди. Я проедусь по всему манежу. Я проедусь по всему манежу. Продолжение следует... Продолжение следует... Также можно делать вольтики, переходы... Переход в рысь... Рысь надо немного подсократить и после этого сделать новый подъем в голову... И, конечно, переходы в шаг тоже можно делать, особенно если лошадь у вас склонна разгоняться постоянно... Если вы постоянно делаете побольше переходов, это помогает взять лошадь под контроль... Вот так, отлично... Опять могу немножко прибавить... И сократить к углу... И снова выдвинуть по длинной стенке... Чуть-чуть разогналась чела... И вот мне, например, не понравился этот переход, я его повторю... Потому что я хотела в шаг, у нас не получилось прям хорошего перехода... Так, этот уже получше, молодец! Мы немного размялись, теперь можно походить сначала через одиночные жерди... И здесь ваша задача такая же, как и на рыси, на шагу... Не мешать лошади... Очень важно настроить ровный ритм галопа и просто им двигаться... На жерди можно чуть-чуть подать корпус вперед, но немного... Не нужно разгоняться на жердь... Это всего лишь лишний темп галопа... Зайду еще разочек направо... Если лошадь вас чуть-чуть подтаскивает... Вот сейчас чела капельку меня потащила... После жерди сделайте остановку... Переход в шаг... Это лучше сделать практически сразу... По прямой... Давайте сейчас я покажу это упражнение в другую сторону... Ай, здорово! Я делаю переход в шаг... Хорошо... И можно снова поднимать галоп... Таким образом лошадь привыкнет, что ей не нужно никуда убегать после жерди и после препятствий... Хорошо... Из жердей и ковалетти можно строить ряды... Класть их на расстоянии в один темп движения лошади... Или больше... То есть вы можете положить, например, жердь... Три жерди подряд... И через каждую жердь вы будете делать темп галопа... Или через каждую ковалетти... А можете положить жердь, потом темп галопа, еще жердь, еще темп галопа... Можно чередовать с ковалетти, как вам нравится... И можно класть дистанции... Вот, например, сейчас я пройду дистанцию... 21 метр примерно у меня лежит между двумя жердями... Это уже такая подготовка, в том числе, к маршрутам... То есть вы можете пробовать считать галопы между жердьми... Подробнее посмотреть про дистанцию вы можете в одном из наших видео... Ссылочка появится наверху... Принцип абсолютно такой же... Мы идем, сохраняем ровный ритм движения... 21 метр, это ровно где-то 6 галопов будет... Потому что это жерди, и они стоят невысоко... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Челе весело, она играется... Это, в принципе, хорошо... Чела не очень большая лошадь... Несмотря на то, что она хорошо захватывает пространство... Для жердей ей даже 7 галопов удобно... И даже можно было ехать посвободнее... Сейчас я попробую пройти еще разочек поровнее... На самом деле большинство лошадей... Они через жердь действительно делают просто темп галопы... Но чела она очень любит прыгать... Поэтому она даже через жерди прыгает... И меня немножечко бывает даже вышибает из седла... Можно для этого чуть-чуть поддавать корпус вперед... Чтобы сопровождать движение лошади... Я зайду в другую сторону... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Вот это уже было поровнее, поспокойнее... Но так как чела активная лошадь... Я с ней не хочу делать упражнения на прибавку... То есть я не буду с ней делать, например, шесть галопов... Хотя это можно делать... Но я знаю, что чела очень легко отвечает на шенкель... Прибавить ей несложно... Потом мне будет сложнее сократить... Поэтому я с ней сделаю, наоборот, упражнение на сокращение... И попробую сделать не семь галопов, а восемь... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь... Хорошо... Она очень хорошо сокращается... И у нас получились действительно спокойные восемь галопов... Как можно разнообразить это упражнение? Ну, во-первых, сделать, собственно, то, о чем я говорила... Сделать переход в шаг после первой жерди... Причем мы делаем переход в шаг... А потом снова подъем галоп и едем дальше... Это вам понадобится, если ваша лошадь ускоряется после препятствия... И склонна нестись на вторую жердь, на второе препятствие... Теперь я делаю переход в шаг... Старайтесь не грубить лошади... Максимально спокойно... И снова подъем в галоп... Я чуть лишнего сократила ее... Она выпрыгнула немного сильно вверх... Давайте сделаем то же самое в другую сторону... Она уже в следующий раз... Сейчас она довольно долго сокращалась... Второй раз она уже будет быстрее сокращаться... И будет проще пройти это упражнение... Так что, как и везде, здесь только вопрос в количестве подходов... Оп... Ай, браво! И почти сразу подъем в галоп... Ай, здорово! Хорошо... Сейчас мне понравилось, как тело прошло... И покажу еще один вариант прохождения этого упражнения... На самом деле их великое множество... Можно ставить себе целый маршрут из ковалетти и жердей... Сейчас я зайду опять снова на первую жердь... А после этого я уеду налево... У меня там по ходу движения стоит ковалетти... То есть я сделаю вольт... Зайду на ковалетти... Потом вернусь напрямую и зайду на вторую жердь... Давайте покажу, как это выглядит... Оп... Теперь я уже смотрю на ковалетти... Да... Оп... Подсокращаю, чтобы попасть прямую... Чуть-чуть далековато попала... Понимаю, что лошадь будет сильно толкаться... Поэтому немного подала корпус... Если лошадь хорошо попадает... Вас не выбивает из седла... Не подавайте корпус на жердях... Да... Продолжайте сидеть... А вот ковалетти как раз... Нужно немножечко подать корпус... Посадка, про которую я рассказываю... Да... Когда мы встаем над лошадью... Чуть-чуть подаем корпус вперед... Это та посадка, которая используется при прыжках... Полевая посадка... И про нее на самом деле подробнее... Я уже рассказывала... В одном из наших видео... Где есть советы начинающим садникам... Обязательно тоже его посмотрите... Ссылочка будет наверху... Когда вы уже достаточно уверенно чувствуете себя... На рыси при прохождении жердей и ковалете... На галопе при прохождении отдельных жердей... Вы можете начинать прыгать... Опять же... Можно использовать подсказки... Как мы делали это на рыси... То есть у нас вот стоит крестик... Например... Сейчас у меня лежит... Подсказка... Заложение... И до барьера... И после барьера... Примерно по три метра... И там, и там... Конечно... Когда вы только начинаете прыгать... Лучше оставить только одну подсказку до барьера... Это уже такое упражнение... Которое позволяет лошади сконцентрироваться... И на препятствие... И после препятствия... Жердь как бы тормозит лошадь... Не дает ей разгоняться... Давайте я зайду на крестик... Но многому прыгать, естественно, не будем... Это все-таки не конкурная тренировка... Хотя здесь высота крестика... Примерно как... Высота... Ковалетти... Давайте повторим еще раз заход на крестик... А потом я покажу вам последнее упражнение на сегодня... И последнее упражнение на сегодня... Это комбинированное упражнение из жердей и ковалетти... Можно, кстати, ставить три ковалетти, например... Это то, о чем я говорила... Это ряд уже из жердей и ковалетти... Будет подряд три темпа голопа... Между ними примерно три метра... Здесь почему сложно? Потому что стоит по дуге... То есть изначально, когда вы только первый раз пробуете такие упражнения... Сначала ставьте по прямой... Ну, в принципе, то же самое мы сейчас делали с крестиком... Жердь... Маленькое препятствие... Жердь... Вот это то же самое... Только здесь стоит по дуге... Нужно идти по вальту... Сохранять легкое сгибание... Но при этом не мешать сильно не перетягивать лошадь... И двигаться как бы в повороте... То есть такой прыжок в повороте... Это помогает отрабатывать повороты... Собственно, перепрыжки и так далее... И просто развивает гибкость лошади... Захожу с левой ноги... Возьму себе чуть больше заезд для начала... Аккуратное упражнение... Оп-оп... Хорошо... Ай, браво... И точно так же зайду ездой направо... На таких упражнениях мы обязательно едем на середину... Или даже чуть ближе к правому краю... Потому что если вас вынесет наружу... Вы не сможете дальше попасть на оставшиеся жерди... Хорошо... Ай, браво... И можно ходить прям несколько заходов подряд... Делать по вальту... Можно сочетать с другими упражнениями... Вот сейчас в качестве последнего своего упражнения... Я зайду... На сегодня... Я зайду сначала дугу... Потом пройду... Ай, браво... Ай, браво... Прррр... Оп... Чуть-чуть чела разошлась... Стараюсь ее подсократить по ходу... Оп-оп-оп-оп-оп... Не суетись... Не суетись... И смягчаю руку... Придержала и смягчила... Ай, ай... Чела из тех лошадей, которым надо давать передышки... К сожалению, она сейчас немного завелась... Поэтому лучше повторить какое-то из упражнений и закончить на этом... Так как она сделала упражнение, но она слишком завелась... Пыталась убежать вперед... Мне приходилось много ее сдерживать... Получилась рваная езда... Поэтому сейчас я просто зайду... На прямую отдельно... Сделаю переход и закончу упражнение... Ай, браво... Оп... И еще разочек подъем в голову... Хорошо... Хорошо... Молодец... Она подуспокоилась... Поэтому на сегодня мы на этом закончим... С такими лошадями не надо их пытаться заставить что-то сделать... Нужно добиться того, чтобы они спокойнее прошли... Чуть лучше, чем уже было... Это достаточно... Это хорошо... Поэтому после того, как вы активно поработали на галопе... Дайте лошади немножко прорысить... И потом... Просто пошагайте... Нам в начале и в конце тренировки обязательно... Минимум по 10 минут... Мы шагаем, чтобы лошадь... Сначала расшагалась... Размялась... А в конце тренировки, чтобы восстановила дыхание... Тогда... Лошадка будет здоровая... И счастливая... Оп... Оп... Ай... Молодец... Конь-огонь... Я надеюсь, вам понравилась наша тренировка... Если у вас остались вопросы... Задавайте их в комментариях... Ставьте лайки... И подписывайтесь на наш канал... До новых встреч!